Что будет с рынком жилья? Будут падать цены на квартиры или подрастут еще? С рынком жилья все будет очень печально. Дело в том, что рынок жилья стабилен, когда растут доходы населения. Доходы населения не будут расти. Пампинг, который был определенно сделан во время коронавируса из впрыскивания дополнительных денег в экономику, он раздул гигантский ипотечный пузырь или пузырь на рынке недвижимости. Цены в Москве просто вообще и охренеют. На крайне Москвы там квартира 500 тысяч рублей за квадратный метр. О чем это? И очень многие люди под это брали ипотеку. Девелоперы заложили новые проекты расчетом на эту цену, знаете, и так далее. Ну, то есть с размахом же. Вот этот пузырь, он втягивает в себя такую экономическую активность. А сейчас что будет? Смотрите, доходы населения резко остановятся и даже присядут однозначно. Значит, соответственно, рынки недвижимости получат мощный удар, ну, такое сжатие. Если правительство не внедрит современные программы опять льготной, субсидируемой ипотеки, то все, этот пузырь начнет, ну, как бы, склопываться. То есть на рынке, значит, деполтов будет огромное количество квартир. Оно выйдет на, ну, как бы спрос. То есть, в принципе, люди будут, ну, объективно, в два раза дешевле покупать эти же квартиры вот на этом рынке. И кто-то будет с удивлением наблюдать, что он платит ипотеку, взнос, 120 тысяч рублей в месяц усирается там все свои доходы семьи. А вот рядом с ним появился новый хозяин, который такую же квартиру взял за два раза меньше. Это будет как больно, и многие люди будут на стенку вешать. Это не означает, что все пропало. Да нет, просто, ребята, кризисы учат. Я сам в первые два кризиса, я все там почти потерял. Все оставил из-за вот этого дергания. Сейчас все эти кризисы, это как вот орешки. Вот. Продолжение следует...